Сегодня Карболит это уже другая новая история. Изменения произошли около 10 лет назад. Тогда завод вошел в состав группы компании Метафракс. Огромная территория стала индустриальным парком для размещения современных профильных предприятий. Главной управляющей компанией площадки Карболит. Первым на территории парка появилось предприятие Методинея. Мы считаем, что для нас это большая ответственность продолжать именно традиции столь значимого для жителей Орехово-Зуевого предприятия. И радостно то, что именно мы продолжаем традиции, также являемся их химическим предприятием. Предприятие с 2013 года работает с прибылью. То есть сегодня у нас на дворе 16-й год. Я прогнозирую, уже могу сказать наперед, что 16-й год мы тоже отработаем с прибылью. Работа кипит везде. Одно сдается в эксплуатацию, другое возводится. Здесь будет установка по производству формалина-2. Сроки окончания строительства – второй квартал 2017 года. Уже готов производственный корпус, ведется монтаж эстакад. Формалин является для нас основным видом сырья. Производственная мощность – 90 тысяч тонн концентрированного формалина в год, порядка 260 тонн в сутки. Производство полностью осуществляется в автоматическом режиме. Сдачу в эксплуатацию новой паровой котельной присутствующие отметили вековой юбилей карболита. Торжественное перерезание ленточки и путь к успешному процветанию обозначен. Новинка была частью проекта расширения производства формалина, поскольку прежняя котельная являлась низкоэффективной и убыточной. Такое маленькое здание в состоянии закрыть с технологическим паром всю площадку парка в 71 гектар. И мы можем подключить всех желающих, которые придут на нашу площадку. То есть мы делаем шаг в сторону инвесторов, которые умеют управлять индустриальными парками. Следующая история – мы приняли решение, совет директоров, мы будем строить подогрейную котельную, тоже современную, для того, чтобы вот в этом направлении развивать нашу площадку. Сегодня агрегат полностью готов к приему нагрузки. Старая котельная будет передана на обслуживание Орехова-Зуеву. В зале руководство завода, действующие сотрудники и ветераны, всю жизнь проработавшие на карболите. Празднование столетнего юбилея продолжилось в Центре культуры и досуга мечта. Говорили о нынешнем будущем, вспоминали минувшее. Долгое время завод возглавлял Анатолий Ветлов. Завод по производству смол, тех же смол, с которых начинался карболит, но действует он, работает на основе совершенно новых технологий и нового оборудования и с высоким уровнем культуры. Хотелось бы пожелать, чтобы это дальше развивалось. Предприятие является самым крупным налогоплательщиком в городе Орехово-Зуево. Только за 15-й год, открою тайну, заплатило почти 500 миллионов налогов. Я хочу сегодня пожелать предприятию нового витка развития. Сейчас на Ореховской площадке трудится порядка 150 человек. Многие из них – бывшие сотрудники завода. В праздничный день большая часть из присутствующих была отмечена благодарственными письмами губернатора Московской области, Министерства инвестиций и инноваций, а также главы городского округа. Маргарита Шишова на карболит пришла в августе 1958 года. Вспоминает, что это был рассвет работы завода. Сегодня она среди награжденных. Работа была очень интересная. У нас был дружный, спаянный коллектив. Я просто хочу сказать, что это был завод, это одна большая семья. В планах у предприятия – развитие территории индустриального парка, который станет преемником традиции векового завода и площадкой размещения самых современных химических технологий.